я рада приветствовать всех на своем канале лика хобби стич и с вами анжелика в этом видео мы с вами посмотрим что у меня вышивалась в мае и как вы видите все сюжеты птичьи вот так вот случилось что то меня магнитом потянула на сюжеты именно с птицами в мае месяце у меня еще было три старта видео о стартах о майских моих стартах вы можете посмотреть я дам ссылочку на это видео вот и чтобы не повторяться я решила показать вам дальше эти мои текущие процессы то что было у меня помимо стартов хотя в стартах был вот этот вот процесс на набор от новой слободы почерикаем вот я его стартовала именно в мае месяце а сейчас мы посмотрим все подробно по порядку и я вам все покажу сколько же у меня продвинулась сколько получилось продвинуть и начну именно с вот этого процесса который он у меня был в стартах но я его продолжала еще вышивать даже после съемки своего видео очень мне он понравился набор от новой слободы называется почерикаем ниточки здесь аврора 120 и каунт аида 16 каунта получается на тонированной основе все это дело вышивалась чудесный процесс чрезвычайно приятный и я вам покажу покажу вам без пакета шелестящего вот так вот выглядеть будет моя работа уже в готовом виде я надеюсь это случится в этом году мне бы так хотелось вот такие вот ниточки долго мы останавливаться не будем это все показывала ниточки прекрасные приятные вот когда первый раз берешь наборчик еще ни разу не вышивал нитки они как как швейные тоненькие и с первого взгляда кажется как же они будут интересно ложиться но вышивается ими очень хорошо и вот такая вот схема довольно таки крупная хорошая схема мне очень нравится такая вот цветная и что я вышла на данный момент вот такая вот у меня получилась птица птица воробушек я так для себя решила что это воробушек так вот сразу ниточка иголочка вот сколько вышло еще правда не совсем зал залатала его этого птаха немножко у меня есть пробелы но в целом он уже практически готов уже даже начала вышивать листик как вы видите вот листочек мне уже так захотелось перейти более таким другим цветам все время коричневые да такие вот в общем все цвета коричневого вот получилось у меня такая птица основной герой этого сюжета хотя здесь два будет героя ну вот один из них у меня уже готов далее у меня будет самое вкусное я пойду вверх вышивать вот эти вот цветы я даже не знаю как они называются ну судя по ягодкам это наверное ежевика ну цветочки не знаю может это ягодка яблоневый цвет ну какая разница неважно я хочу сначала вверх вышить а потом пойду вниз внизу тут тоже такая красивая композиция в общем набор мне очень нравится вышивать приятно комфортно и я надеюсь что я ее буду дальше продолжать скорее всего скорее всего что буду дальше продолжать покуда не надоест буду ее вышивать вот что касается этой птички и поехали мы дальше и 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 jumbo и и и и я его начинала вышивать и размер готовой работы будет 25 и 5 сантиметров на 42 сантиметра здесь получается у нас 16 каунт аида от свайгард 16 каунта и ниточки модера все очень комфортно чудесно вышивается ой прям как залюбовалась на превью конечно же покажу вам что у меня уже в работе получается а получается у меня вот такая вот прелесть я не буду снимать пялец я думаю вами так видно покажу сколько было на канве до того как я взяла этот сюжет в работу и сколько в этом месяце на вышивалась очень меня захватили эти зеленые цвета прибавила я вот именно вот эту вот часть вышивала здесь конечно внизу чуть-чуть и от пошла яблочки уже у меня появились на канве сам фон вышивается здесь крестиком в одну ниточку мне это не очень нравится вышивать но как-то вот я люблю чтобы было посочнее а так крестики получается такие худенькие но за счет этого эффект получается того что все листики выступают на передний план и такая вот как дымка что ли ну красиво получается конечно никуда денешься здесь надо если надо по схеме вышивать в одну ниточку крестик значит будем вышивать а что же делать вот я чередую то беру одну в одну ниточку крестики вышиваю то в 2 ниточки вышиваю вот это что получается уже мне очень нравится это все так нежно смотрится класс буду конечно продолжать девчонки видео планах я снимать не буду я просто вот смотрю девочки все сейчас снимают видео о своих планах на лето я планы строить не хочу да и не буду буду вышивать то что мне нравится я даже это будет сюрпризами для себе как бы для меня и для вас что какие работы у меня будут даже в следующем видео следующем месяце вернее потому что я не считаю нужным строить эти планы мы живем сейчас можно сказать одним днем наслаждается надо тем что происходит здесь и сейчас так как обстановка напряженная каждый день мы слышим взрывы в любое время дня и ночи поэтому какие могут быть планы до никаких буду брать и что мне будет хотеться здесь и сейчас то я и буду вышивать а там уже в конце месяца мы посмотрим что у меня будет продвигаться хотя каждую работу я очень люблю беру и мне все хочется вышивать хочется все продолжать конечно все вышить нереально буду продвигать как как у меня будет получаться ну в общем прелесть прелесть прелестные нравится журавли от чаривной мыти кстати есть такой сюжет у химеры более конечно проработан но он же более и посложнее будет могу себе представить как там это все будет сложно вышиваться то есть химера точно не для меня это уже как многоцветка а вот от чаривной мыть и это как раз то что нужно то что мне нравится и я когда увидела этих журавлей то ну просто сердце у меня сказала что они тебе нужны обязательно и когда я приобрела сразу же и начала этот наборчик чему очень рада он будет продвигаться и в скором времени я надеюсь я его и закончу хотя так Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Хотя процесс чрезвычайно приятный и с таким процессом даже, наверное, будет печально расставаться, когда же я его и закончу. Следующим сюжетом у меня был наборчик от Джой Сандэй, это от китайского производителя. И вышивала, вернее, вышиваю я его по принтованной основе с нанесенным рисунком. Вот. Вышиваться будет все на 14 каунте. И размер готовой работы, как пишут, 37 на 46 сантиметров. Но это, наверное, вся ткань с полями даже, я так думаю. Вот. И что у меня получилось. На данный момент у меня вышито уже. Так вот я смотрю, процентов 50 уже, наверное, есть. Птички получаются супер. Вышивать я обожаю по нанесенному рисунку. Как вы знаете, я обожаю эти китайские наборы. И этот старт у меня был вообще никак не в планах. То есть в начале года я не планировала абсолютно. Но потом как-то захотелось, когда зацвела сирень, когда вот вся эта красота на улице. Но я не удержалась. Просто достала этот набор и пошла его вышивать. Вышивается он, конечно, легко. Это для меня отдыхалочка. Я никуда не отвлекаюсь, вышиваю. Ну и получается, посмотрите, ну это просто прелесть. Настолько все сочно. Все эти цвета такие сочные. И он не уступает оригиналу. Ну я с каждым набором отшитым убеждаюсь, что Джои Санды не уступает оригиналу. А я человек такой, мне не принципиально, чтобы оригинальное там было или не оригинальное. Для меня не важно. Я вот люблю вышивать. Как и посчитать люблю, так и люблю вышивать, чтобы не было никаких схем, ничего. Беру иголочку и пошла вышивать все. По символам цветным. Ну вообще великолепный наборчик. И я надеюсь, он у меня в скором времени отошьется, потому что вот 50% я отшила, можно сказать, на одном дыхании. Вечерами брала так. По три, по четыре ниточки вшивалась. Ну, так, без всякого напряга, как у меня все китайские наборы вышиваются. Вот, я ими разбавляю другие наборы, которые вышиваю. Хотя я не жалуюсь, у меня нет сложных, никаких сложных работ нет, немного цветок у меня нет. Я только получаю удовольствие. Потому что я бы так, наверное, бросила вышивать, если бы меня вышивка раздражала, где-то что-то напрягало. Я бы точно не сидела бы над такими работами. Мне нужны такие работы, которые приносят только удовольствие. Вот это одна из них. Вот это был третий сюжет с птичками. Прекрасный. Прекрасный. И, я надеюсь, будет скоро финиш. Красота, да и только. И вы думаете, это все? Так, три сюжета. Это то, что у меня вышивалось в текущих процессах. То, что я вышивала. Продолжение следует... Ну, это еще не все. Я хочу показать вот такой вот наборчик. Мне написала Наталья. И напомнила о том, что у меня есть такой сюжет от фирмы Dimensions. Называется «Прогулка в парке», если я не ошибаюсь. Ну, у меня, как видите, Джой Санды китайский набор. И я специально для Натальи хочу показать, сколько у меня вышито на данный момент. Этот наборчик я не забросила. Я его тоже вышиваю. Иногда, вот когда мне хочется. А в процессах его не показываю, потому что я бывает один, максимум два дня на него там потрачу где-то в месяц. Чуть-чуть отошью и все. И посмотрим, сколько у меня на данный момент отшито. Здесь тоже канва с нанесенным рисунком. Вот все время у меня так ударение неправильно могу ставить. С нанесенным рисунком. И, как видите, вот сколько у меня отшито на данный момент. Здесь 14-й каунт. Вот ниточки здесь. Как вышивала, так и оставила. Вот. Посмотрите, вот отшита эта часть. Гортензия, эта тукова у меня закрыт. И вот девочку я вышила, но ее еще нужно будет обводить бэкстичем. Без бэкстича, вы видите, вот получается, вот как мы смотрим на собачку. Просто вот пятно вообще ничего не понятно, не ясно. А когда уже накладывается бэкстич, то платьица получается уже таким ажурным, с таким рисунком. Оно, конечно, еще не доработано. Вот. Ну, здесь бэкстич тоже приятно вышивать, потому что он вышивается, ну, счетным. Счетный, все ясно и понятно. Вот получается такая девчуля. Я думаю, в принципе, работа будет, когда она будет отшита, будет смотреться классно. Ну, конечно, не оригинальная. Да. И, наверное, где-то в чем-то будет уступать это дело ясное и понятное. Ну, здесь китайские производители предлагают, чтобы все зашивать полным крестом. Но я вышиваю, как у оригинального производителя я вышиваю все, что на первом плане. Вот кусты гортензии, основных персонажей, людей, всех вышиваю крестиком и буду вышивать дальше. А все, что на заднем фоне, вот это вот небо, все-все-все постройки, все дорожки, это все будет вышиваться полукрестом. И полукрест я взяла, вышиваю в три ниточки. Я покажу вам еще раз поближе, что получается, когда вот полукрест в три ниточки. Я надеюсь, что это не будет катастрофически светить. Я так надеюсь. Ну, и дело быстрее идет, что такое вышивать полукрестом, а что крестиком в два раза быстрее продвижение. Ну, работа тоже чудесная. Я о ней не забыла, вышиваю время от времени. Смотрите, какого она размера получается. В общем, мне все нравится. Я просто убожню эти китайские наборы. Для меня это вообще супер. Я так рада, что я для себя открыла их. В одно время вот решила попробовать. Потом одно время я вообще не могла остановиться. Постоянно себе заказывала и по пять, и по десять. В общем, у меня уже, конечно, запасы по китайским наборам такие себе приличные. Чему я очень рада. Я такая довольна, что у меня этих китайских наборов выше крыши. Вышивать, я не знаю, хоть бы жизни хватило вышивать их. Помимо всех других остальных фирм. Вот, конечно, из них львиная доля это сюжеты от Dimensions, которые уже давным-давно ушли в раритетные. И не знаю, там перевыпуски будут или не будут. Ну, это, конечно, и цены, вы знаете, на наборы от Dimensions какие. Все, что я купила в свое время, то у меня и есть. И я этому рада еще раз повторюсь. Так что все наборы свои очень люблю. Буду их потихонечку продвигать, вышивать, насколько хватит. Ни с чем я не тороплюсь, себя ни в какие рамки не загоняю. Опять же, о планах хватит. Я в начале года настроила этих планов, но потом эти планы, как обычно, такой вот тоже есть закон, что планам не суждено сбываться. В большинстве случаев все эти планы идут коту под хвост. Поэтому никаких планов. И хочу вас поблагодарить, кто досмотрел мое видео до конца. Всех целую, люблю. Желаю крепкого здоровья. Обязательно крепкого здоровья. Мирного неба над головой. Всего вам самого-самого наилучшего. И до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok